да прямой эфир пошел всем здравствуйте нас как в простоквашино и там и здесь показывают и на канале у его куринша талтекское знание магия и у меня на страничке на фейсбуке всем здравствуйте мои дорогие здравствуйте мои хорошие люблю вас нежно всем сердцем у вас есть сегодня великолепнейшая возможность познакомиться лично с его куриншем а задать свои вопросы в прямом эфире пишите прямо здесь я буду их читать я буду отвечать по мере возможности знания мы сегодня решили выйти в эфир и поговорить о насущных темах которые волнуют всех сейчас что может волновать сегодня людей сегодня волновать может людей только одном ну я так думаю поскольку волновать сегодня может а что я делаю в этой жизни вот зачем есть это остальное волновать не может каково мое предназначение во всем что происходит раньше можно было жить как то вот так вот идет день день прошел ну и бог с ним следующий начался вот я бегу в этом колесе а сейчас уже начинаешь задумываться блин вообще-то может может мне тут что-то надо сделать или что-то понять может от меня даже что-то зависит да да может от меня тоже что-то зависит от себя лично зависит что-то наконец-то это время пришло потом все время говорим да я да я вот сейчас не показываю и в это самый главный вопрос очень многих эзотериков и искать интересует вопрос в чем моя миссия в чем мое предназначение как человеку вот в этом во всем что сейчас здесь у нас происходит узнать где его миссии предназначение здесь у нас всех одно принять вакцину астрозенека есть файзер модерна тут прислушайтесь к его ваше предназначение принять правильную вакцину главное не перепутайте с выбором да можете чужое предназначение взять мэть чужое возьмете астрозенека может а может спутник я просто помню это ну не анекдот был знаете фильмов 17 мгновений весны там такой был мюллер и штиль это спрашивает ну через скалку вас понимаете тут эпидемии как вы себя чувствуете группенфюрер может вы хотите вакцинировать спутником пять группенфюрер афигел он говорит штирить вы мне еще новичок предложите для тех кто не выбрал подсказка сразу новичком да да новичок это самое верное сто процентов самое наверное самое главное что вот если вы берете новичок как бы сказать это вы бастуете от экзамена сразу нет никакого ответа держать не надо сразу вот там садники дракона спасите не надо никакого ответа держать там на тройку сдал на пятерку сразу новичок и гарантия получаете зачет теперь серьезно его скажи пожалуйста что такое предназначение как ты воспринимаешь слова предназначения где человек вот он родился ему папа с мамой не сказали в чем его предназначение что ему делать какова его миссия ему жизнь подсказываю понимаете вот сейчас мне жалко дети не читают но мое предназначение мне так интересно было не мать ничего об эзотерике научить не могла она работала простым бухгалтером химчистки по моему 70 рублей советских может кто-то знает это не такие уж большие деньги зарплата инженер 140 но моя мама очень любила книги и не была очень большая библиотека дома я ее как ребенок все равно прочитать не мог и предназначение дает нам бог мне почему-то выбирал книги потому что там где спинки такие цвета мне нравились я их всех вытасливал ну и цветам по цветам читал и это оказывается каким-то образом и потом пересматриваю самые первые книги детства которые начал читать когда пять лет уже научился читать не получилось так что когда мне было четыре мама учила читать ну конечно я могу сказать свою первую книгу потому что у мамы там большие полки были была такая книга где мама сказала ну знаешь ты маленький совсем ты но ты можешь читать все что не поймешь положишь обратно на детские книжки не собирала наград вот эту синюю такой толстую это ты не читай ты все равно не поймешь иначе это была классика джован бокаччо декамерон я с нее начал там сказки для взрослых я с нее и начал как я узнал про великую чуму про италию ренессанса это какое-то время ну дало мне понятие о том что мир гораздо шире могущество не позволило мыслить метафорами дальше нас направляют наши друзья они никогда не случайны объясняют предназначению направляют наши друзья как это происходит потому что цыгане празднуют вообще-то 3 они именины не празднуют у цыган 3 праздника рождение свадьба и смерть почему-то объясняю потом ну что это вселенная функционирует принципом 3 8 представляете число вселенной магическое число это 11 11 из этого вытекает 22 33 44 55 и так далее но основа это 11 почему основа 11 потому что вселенная устроена судьба человека что из 11 событий 8 он имеет выбор как поступать внутри уже известен результат он не может менять они фрактальны то есть ну по принципу я же говорил время это как река жизни мы в ней уходим и представляешь вот 8 частиц это жидкая фракция мы там от своего уровня развития там плывем три частиц это как лёдик твердой фракции там ты это у тебя уже просто за и у нас записано очень интересная вещь не просто свадьба все люди с которыми мы встречаемся как учителя для нас записан то есть это встречи неизбежные мы от них не можем отвернуться у нас неизбежно записано рождений на изменить фамилия отца матери до неизбежно рождение неизбежно смерть и неизбежно все люди которые оставляют на нашей жизни пути пересекаются они могут пересечься и мы можем получить обиду и сказать вот какой черт послал этого кретина на мою дорогу мы можем сказать как бог послал такого учителя на мою дорогу мы можем сказать как ангелы послали такую любовь на мою дорогу это неизбежно что этот человек встретиться наш выбор какие выводы понимаешь так что вторая подсказка это люди люди это вторая подсказка судьбе первая подсказка информации которые в детстве уже тебе преподносит но детстве дают это первая подсказка вторая подсказка люди начиная с школьных товарищей потом в институте потом девушек которых ты влюбился ну все постепенно они шлифуют да да они создают это направление не они они как как тоже фигуры на поле которые нас подсказывают какой мы партии вообще играем как эту информацию вытащить вот нет но это очень важно потому что я помню мне очень нравился анекдот старый в моем когда я работал на заводе но фигурировал анекдот такой андропов власти госсекретарь там было да да и был анекдот что андропов пришел на концерт симфонического оркестра там все играют знаете на скрипках на трубах ну и он вдруг увидит что один человек в углу сидит и как это оканчивается концерт он просто берет две тарелки хопс ударил выдано позовите ко мне он вызвал он говорит понимаете вот я тут наблюдаю за концертом все стараются все стараются сколько могут играет весь концерт вы получаете тоже как член симфонического оркестра деньги наверное одинаковую зарплату но я вообще-то видел что только сам в самом конце взяли тарелки ударили это вся ваша работа и тот такой говорит ну поймите у меня партия так а у некоторых предназначение это просто стучать да да и сейчас вот это предназначение это их партия они свое предназначение мы сразу видим они выполняют 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 перфектно там вопросов нету и просто даже полиция не успевает ехать приезжать вовремя насколько часто не просто на новый год очень уважаемый человек звонил он поскольку руководствует центральной газетой города руководит они поехали полицейские учреждения ну и спросили ну как вот указ был вы ко всем ну приезжали наверное не спали всю ночь ловили преступников он говорит да у нас даже времени не было выезжать потому что все время телефон горячий там там мы не можем все места устроить сколько нарушителей понимаете вот они свою партию вот что касается серьезно то когда эти подсказки приходят нас подсказки пришли и эти подсказки ведут нас в определенную ситуацию жизненную эти подсказки нас привели в какую-то точку где каждый человек говорит я полный в жопе моя жизнь не имеет смысла то есть некоторые более аффектированные личности я из окна выкинусь я там понимаешь но вот этой точке когда кажется что все зачем ты меня родил господин да зачем я здесь вот эта вот точка когда кажется что абсолютно бессмысленная жизнь бессмысленная жизнь бессмысленная жизнь и самое интересное что в этой точке есть ответ точка бифоркации где есть это не точка бифоркации точка бифоркации не путай это когда тебе два выбора тебе нужно выбрать один окей они и таких по жизни они тысячи хорошо а вот эта точка где на коленях человек стоит и спросит за что мне это почему зачем это точка ворота собственное предназначение потому что вот эта точка его бог ставит на колени что он склянул вверх и увидел свое предназначение вот это как прямо вот вот тебя на колени ставит двигаться не можешь вперед смотреть тебе что подняться нужно скинуть вверх а там ты в небесах увидишь дырку где будет написано свое предназначение это естественно вот той точке когда тебе кажется что ты вообще ничто в этой точке ты читаешь предназначение медические люди говорят что счастливые люди в йогу не приходят понимаете счастливые люди ну как счастливые люди они потому и счастливые что исполняют свое предназначение я же объяснял когда мы идем в гармонии со временем они неосознанно исполняют поэтому они счастливые им не надо искать они уже в нем находятся они находятся на серфинге своей волны да нормальное неосознанно без просто каким-то образом силы их поставили и толкнули и они едут им удается не упасть то есть они не в воде они тоже могут упасть если зазнаются в своем счастье если потеряя это силу равновесия силу равновесия если в своем счастье забудут благодарить помнить что это счастье это дар им дар а не данность а не данность тогда они с вами свалятся но они если счастье у человека он идет предназначение то есть допустим так ну вот пойми предназначение и счастье это синонимы если ты исполняешь предназначение у тебя сердце счастья уже есть вот радость радость счастье не всегда радость можно в кайф найти и в грусти как стихи пишутся он перерабатывается это вселенское грусть это все и создаются такие поэмы радость это просто одно из проявлений счастья но не единственное счастье это наполнение 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 чувствами настоящими полными цветными понимаешь я испытывал счастье когда некуда идти когда некуда идти когда нету дома когда ты находишься дождливой осени дождь прошел на улице тебе некуда идти тебе нету дома потому что туда идти ты не можешь по определенным причинам потому что насрал там там тоже идти не можешь тоже там насрал и ты находишься на улице дождь прошел люди все спешат по домам и там лужи на улице грязные лужи и звезды блестят над твоей головой и ты видишь как звезды отражаются в луже и ты понимаешь что какая-то необыкновенная магия в этой жизни есть ты видишь как блестят алмазными глазами уличные фонари поднимаешься тихонько на станцию на перрон не на станции а где вагонный парк где стоят поезда там тоже фонари безграничное небо водяные башни в риге такие знаешь где вагонный парк где стоят замки водяные башни ты поскольку уже поезда не под воздушным напряжением ты ты двигаешь дверцу вагона и залезаешь там спать и ты спишь в этом вагоне пустом и там гораздо теплее чем на улице и ты ощущаешь счастье да вот вот возвращаясь к вопросу о том как же из этого состояния стояния на колене понять куда мне двигаться и что делать конкретно все отрубили как говорят кету лохмотья по ветру не работай не друзей не жены ну там или не мужа и полазай вверх это песни есть песни такие помнишь песню поверь в мечту Антонов пел поверь в мечту поверь в мечту понимаешь мечты детства они нигде не пропадают они наше не загрязненное ничем истинно и в эти моменты мы должны вспомнить эту мечту детства и сказать это осуществимо понимаете самая главная ошибка людей что нам в детстве всем дают правильные мечты нам всем дают подсказку вот эта мечта это и есть наше предназначение но потом социальная обусловленность нам все время толдычить что это бред что это неосуществимо что это невозможно ты должен пройти через это невозможно что тебе вешают все время на уши вешают не так что тебе говорят ты же мечту никому не рассказываешь но все что вокруг тебе происходит она как будто создает фон где твоя мечта обесценивается причем самыми близкими людьми теми кому ты доверяешь друзья родители окружение и тогда и тогда авторитет учителя не всегда это у каждого по-своему но создает такое что мечта обесценивается а это просто проверка насколько у тебя сильно намерение ведь чтобы мечту провести жизнь нужна энергия которую толтайки называют намерение она описана в книгах просто нет потому что есть две составляющие мечта и намерение без намерений мечта остается только мечтой она не полнится вот три составляющие желание мечта и намерение расскажи разницу между желанием мечтой и намерением ведь между намерением и желанием есть же какая-то разница желание это просто я хочу это движение моего эмоционального тела и моя задача максимум научиться свои желания взять под контроль это лошадь мы уже говорили лошадь полна желания это отдельно мечта это та информация которая заложена в душе она кстати закладывается в одном из 27 домиков звездных в котором душа находится как предбанники ну мы с тобой недавно разговаривали об этих домиках там закладывается мечта душа приходит в мир и чтобы эту мечту реализовать она должна постичь намерение а намерение это воля это сила духа это воля которую генерирует сам человек из-за знаний своего внутреннего духа и своей самости и она есть стрела которая летит к его мечте и попадает в цель то есть намерение тоже желание которое постоянно находится в сердце и которое не меняется из-за того что сегодня понедельник пятница воскресенье время проходит а мечта мечта это то что находится в сердце оно закрывается уходит глубоко или всплывает на поверхности а намерение это просто твоя личная сила личная сила то есть намерение если твоя мечта это цель ну знаешь то намерение это лук которым которым ты выпускаешь стрелу если у тебя нету силы намерения ну не оттяжка лука нету то твоя стрела просто до цели не долетит как бы ты не целился оно не долетит туда вот это есть сила намерения это насколько это лук натяжение это пол царства за коня русское такое есть ты готов отдать за коня пол царства ну ты гадать ты ты готов отдать полностью все за свою мечту если ты готов за свою мечту отдать все то это натяжка максимум сколько лук что-то слегка и ты не можешь не попасть по одной простой причине потому что стрела которые ты выпускаешь уже невидимой нитью ты связана с целью потому что стрела это острие твоей души она а цель это мечта твоей души они соединены просто важно просто натянуть тетил до максимума как это можно на простом языке объяснить с точки зрения человека например который хочет выступать на сцене вот например женщина она хочет выступать на сцене петь песни ей в детстве хотелось светить у нее есть к этому предрасположенности она боится своего голоса она боится прочитайте всех великих не мне говорить вы прочитайте просто биографии великих артистов прочитайте про Элвиса Пресли прочитайте поозе Осборна который Black Sabbath создал который боялся панически боялся выходить на сцене крутой Ози Осборн его ребята из ансамбля выдалкивали на сцену таков был его страх его пинками выгоняли на сцену солисты Black Sabbath первый раз первый раз об этом слышу очень вы прочитайте про великий певец всем женщинам Советского Союза нравился французский певец Джо Досен ну какие баллады кем он только не работал подавцом пирожков пирожков разносчиком газет дворником мойщиком стекол и все таки он стал тем кем мечтал стать то есть он прошел весь этот путь и тем работал и другим он искал себя и он просто не верил в свою мечту ну я просто скажу прочитайте биографии великих актеров самых великих даже по первым поступлений не принимали в театральную академию потому что говорили что для тебя таланта нет на инженера учились лучше это просто вера что моя мечта что я моя душа мою мечту знает лучше чем папа мама мои экзаменаторы это вера в себя просто вера в себя это какой-то внутренний голос но его его каждый должен нашлось сам тут подсказка не работает и самое главное что даже хранитель дней который видит призназначение человека ну его способность он не может его направить он не может сказать иди и делай это потому что тут один нюанс есть я очень ясно мне иногда бывает работа с молодыми людьми я очень ясно вижу в чем человек может достигнуть наибольшего успеха я не могу это прямо сказать потому что правило гласит что он должен сам иметь к этому тягу желание и я тогда всегда говорю назови три вещи которые ты действительно хочешь я скажу хотя я знаю уже заранее что ему надо я говорю назови три вещи которые действительно хочет твое сердце реализовать если в одной из этих трех вещей в основном попадает являет я скажу что лучше не нужно чтобы уже в нем было вот из этих трех вещей а если он говорит совсем что-то другое ни в одной из ее названных направлений нету его мечты я понял что он еще вообще не понимает где он и кто он рано говорить то есть ему нужно встречать любовь которая его научит друзей которые ему расскажут еще ему нужно пройти палачей которые его тоже научат людей которые потому что вот все эти расчеты астрологов которые астрологи рассчитывают вот так 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 они на самом-то деле они абсолютно бесполезны если человек сам не готов человек хотя бы должен начать тягу поступ хотя бы варианты а так ты можешь я не трачу работу как говорится свою энергию на такую работу если человек не имеет желания двигаться то смысл рассчитывать его цель нету никакого скажи а как ты видишь что человеку допустим уже готов уже осознает например человеку 25 лет он еще не прошел возраст христа он еще не понял в чем в чем его цель в чем предназначение чего он хочет и он набирает опыт как Джо Досен предположим Джо Досен пришел к тебе и если бы он задал тебе три вопроса и ни в одном из них не было что я хочу стать певцом ты бы его что так и отпустил сказал бы приходи через пять лет именно так то есть если астролог там медический например или там западный астролог увидев говорит ладно объясняю матрица жизни она показывает что это что этот человек ну матрица жизни что может показать она не покажет что он поет французский шансон матрица жизни покажет что он обладает харизмой чтобы сродить с ума женщина что он может стоять на сцене что у него есть энергии что он будет записывать информацию которая останется после его смерти но там четко не очерчено французский шансон понимаете то есть форма в которой он выберет это его предрасположенность его души это то через что он будет получать радость и удовольствие находясь в этом во всем находясь на сцене и держа в руках микрофон то чего он будет испытывать оргазм от жизни именно так да кстати то что Джодо Сен исполнил свое предназначение говорят он умер на женщине ну так говорят во время лучшая смерть для мужчины на женщине так что мы можем сказать что действительно бог сказал молодец ты угадал а женщина внукам рассказывала нам не умер сам Джодо Сен ну мы как-то очень серьезные я хотел как-то более понягче это все с юмором серьезные вещи без юмора никак ты знаешь ух тяжело с чего человеку начать допустим нас смотрят разные люди и у некоторых из них есть понимание чем бы они хотели заниматься но они не уверены мое ли это магнолия или не могу ли я вот эти все вещи как им выйти на намерение потому что намерение насколько я понимаю это уже натяжение стоп 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 слушайте ответы через слова вот ты мне говоришь а я слышу в своем в ухе говорю магнолия или не магнолия ну понимаешь ну если ты не знаешь этот цветок магнолия или не магнолия ну возьми википедию и прочитай то есть узнай об этом в своей мечте все или это может ты просто знаешь поверхностно о том что ты мечтаешь ну ты прочитай всю информацию и может если ты прочитаешь ты скажешь нет нет это это точно не то что я хотел магнолия не магнолия ну прочитай иногда останавливают страхи неуверенность что я буду делать на сцене как люди будут меня оценивать с микрофоном как же я пою давай я сразу перерыву у нас упоминается сцена на сцене может быть и сапожники если он прекрасно умеет делать сапоги и плотники если он действительно умеет делать свою работу на уровне мага он попадет на сцену и продемонстрирует это все остальным это неизбежно сцена это то что прилагается потому что делает если у человека первое желание это попасть на сцену то можете уже перечеркнуть это желание сцена это просто как добавление я объясню чтобы вы поняли как сцена добавления на картах таро карты таро многие знают там написано это книга из 78 листов для познания себя и сущности жизни это книга которая тусуется границы это страницы это хероглиф это ответы на все вопросы это книга жизни а то что ей гадают это добавочные функции также и сцена это просто добавочный эффект того что вы делаете если вы это делаете хорошо будет это добавочный эффект если плохо не будет но если ваша мечта просто попасть на сцену вы точно не это гарантируете нет можете попасть можете попасть порнозвезды тоже попадают на сцену особого старания не надо во всем нужно призвание да 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 ну зато примиряю себя да во внутриду и сердце стремление души и сиюминутное желание как отличить от того что как отличить то что я хочу здесь и сейчас от того что я хочу сердцем стремление души сменяют друг друга есть 20 энергий которые сменяют друг друга они вибрируют в ритме тринадцати тоналей даже более скажу вы знаете почему на нашем циферблате 60 минут 60 секунд потому что эти все в мире троично и эти 20 навали супер аспектов бога они берутся три раза и того получается 60 один и тот же наваль когда вы читаете майянские гороскопы один и тот же наваль может находиться еще в трех фазах кардинальная фаза фиксированная фаза и мутабельная фаза это означает что наваль действует в этот день сила этого наваля проявляется как удар как вспышка фиксированная фаза означает что сила этого наваля проявляется в этот день в фоновом режиме постоянно и неуклонно неотразимо и мутабельная сила наваля это значит что наваль играет он в разных аспектах проявляется его даже не узнать сразу и получается у каждого из 20 навали еще три фазы есть 20 на 3 это 60 и вот почему на целом круге часов 60 секунд 60 минут объясни что такое наваль более простым языком наваль это аспект бога бог он разделен на 20 аспектов он не может проявиться одновременно его нельзя постичь и поскольку мы живем в линейном времени где все время проявляется бог каждый день проявляется один аспект бога за 20 дней бог проявляет себя полностью архетипические кирпические вселенные архетипические вибрации каждый день допустим есть диагноз навалья вот я напротив лама вот представь 20 навалья это 20 суперэнергий во вся селенная устроена на силу гравитации ну сила гравитации силы притяжения силы притяжения и отталкивания ну да да вот сила притяжения это наваль лама это это гравитация и поскольку сила этого навалья реально находится в металле золото поэтому золото имеет цену золото это металл в котором находится эта сила поэтому золото мерило а напротив силу это зеркало это отталкивание силы отталкивания да да и сейчас представь если такое вселенское понятие как гравитация сила притяжения на котором базируется весь космос это одно из 20 и все по значению и силе равны то представляешь уровень этих сил что гравитация это одно из 20 получается что получается что физики и имея в руках знания не физики они это знают они ini '00 они его познали экспериментами они знали то есть сила которая искривляет пространство есть сила которая находится цель есть сила которая устанавливает взаимоуважение форм, то есть отталкивание атомов, что отдельно. Есть сила, которая объединяет все атомы в единую сущность. Это АХАУ. Но это все физик. То есть это разные вещи. Сила, которая объединяет, и сила, которая притяжает. Есть действия. Вот, например, Навали вообще познаются. Этих сил, вот когда мы говорим про Навали, их 20 вообще. Ну, 20. Но на самом деле их 10. 10 основных сил. Понимаешь? Палка с двух концов. На одном конце гравитация, сила притяжения, на другом отталкивание. С одной стороны золото, с другой стороны зеркало. Да. Гравитация и антигравитация. Дальше ей стеновали хищи Кан. Хищи это продуктивность. Продуктивность. Кан это качество. То есть многое качественно. Сама диагналь называется продуктивность. Кан это квантитат. Ну, много всего. А хищ это качество. Ну, помнишь, в Советском Союзе было многое качество. Как это объединить? Это два конца диагнали. Да, либо качественно, либо много. Есть диагналь разума. Так. Чикчан и мен. Чикчан это разум, который видит детали. То есть чикчан это разум, который видит рисунок на твоей рубашке. А мен это разум, который видит форму твоей рубашки, фасон. То есть всю картину целиком. Да. Для него не важна деталь, для него важна общий чертеж. Ну, например, вот есть диагналь Шивы. Так его и называют. Диагналь трансформации. Диагналь Шивы. Это смерть и гриф. Или алхимия. Ну, то есть кимия. Трансформация? Да, трансформация. То есть это тоже диагналь замены называется. Диагналь трансформации. То есть энергия кимии, это замена одной формы другой. А на втором конце что находилось? Огонь трансформации. Феникс. Внутренние изменения. То есть на одном конце кимии, энергия. Это значит, что одно яйцо падает со стола, разбивается. Ну, берется второе яйцо, ставится. Такое же самое вместо него. Энергия кимии, когда присутствует в жизни человека. Когда рождается человек, энергия кимии, приходит в этой энергии кимии смерть. Не череп еще она называется, потому что самая твердая. И хоть труднее всего убить этих людей энергии кимии, а не самая твердая. Как Распутин, да. Да. Нет, Путин это окна. Тоже северную энергию. Распутин. Распутин, да. Распутин, да. Стреляли, отравляли. Эта энергия, кстати, называется смерть. Ну, вот. То есть на одном конце находится еще раз. Стоп. Да. На одном конце это яйцо, которое это меняет. Вот когда яйцо упало, ставят на место другое яйцо. Понял? Замена. Замена. Эту энергию, которая зовется смерть, мы видим в бильярдной комнате, когда люди играют кегли. Тоже самое энергии. Ну, бильярд. Шарик ударил по шарику, тот остался, а другой пошел дальше. Ну, бильярд. Уложение этой энергии. Кегли. Смерть. Это одна и та же самая энергия. Когда такой человек с этой энергией ребенок рождается, то в роду один умрет в течение трех недель. Потому что он не может прийти в род, не заменив кого-то. У него энергия такая. Причем он заменяет именно скафандр, тушку, а не предназначение того. Нет, он не заменяет предназначение. Просто он пришел в род, значит кто-то из рода в этом случае должен уйти. Да, потому что это примерно у тебя есть полная банка пинг-понговых шариков, полная банка. Если ты ложишь еще один шарик, один выскакивает сам по себе. Ну, это про яйцо. Другая диагноз, это ты берешь яйцо, ставишь кипяченую воду. Она вареное яйцо. Она вроде осталась тем же самым, но совсем другим. То есть она уже трансформировалась. И у нее другие свойства. Потому что она вращается с другой скоростью. И у ней внутри, если оно падает, оно уже не разбивается. И закон жизни говорит эти 10 диагнозов. Как человек может избежать смерти? Ведь между все диагнозами бежественные аспекты соединены невидимыми туннелями. Если человеку идет смерть, он может перейти на другую по туннелю, на другую энергию внутри. Стоп. Еще раз. У меня это... Если у меня активизировалась одна диагональ. И если в этой диагонали... Вот активизировался вот этот палец. Да. И ты понимаешь, что если этот палец будет работать, то тебе кранты в этой ситуации. Мне кранты. Да. Единственный способ пройти... Ты не можешь где-то куда-то бегать, но ты можешь пройти как по лифту противоположность. То есть я, зная, что является противоположность для той энергии, которая для меня приносит смерть, я могу использовать эту же волну, эту же энергию для того, чтобы, зная качество второй вот этой стороны, этой палки, использовать ее, дойти туда. И при этом сохранить тушку и вести себя таким образом, чтобы остаться живым. Правильно? Да. Ну, из фанатов, которые читали книги Кастанеды, их немножко удивляет непредсказуемость магов. То есть маги, они не могут меняться как угодно. Они в некоторых ситуациях меняются на 180 градусов. То есть они могут меняться только в определенном векторе, но на абсолютную противоположную. Например? Ну, например, так. Например, берем диагналь, который называется любовь и смерть. Из десяти диагналей любовь и смерть находятся... Вот это, который диагналь Шивы, это диагналь замены, это не смерть. Смерть и любовь – это одно и то же энергии. То есть энергия смерти и любви в этом матриксе, она является энергией одного и того же качества. Это энергии, которые определяют этику человечества. Его не описать, потому что это всеобщая этика. Эту этику держат такие понятия, как смерть и любовь. Эту энергии ок и ахал. Ладно, на книге покажу. Как эта любовь отражается? Есть два вида любви. Первый – любовь. Это самая моя любимая книга, я люблю ее. Это моя самая любимая книга. Ну, как человек, я ее тебе обожаю, я тебя люблю, я хочу к тебе прикасаться, потому что, когда я тебя вижу, я просто восторгаюсь. Это любовь, когда у человека есть в диапазоне энергии ок, а ахал нет. Ахал – энергия. Мы вместе с тобой находимся здесь, на странице этой книги. И я, и ты, мы находимся здесь внутри. Мы находимся в любви, как в сосуде. Вместе с тобой. То есть, любовь снаружи, как объекту, и любовь, как понимать… В первом случае она вызывает эмоции и колебания на уровне отталкивания… Колебания одни и те же. В первом виде любви для того, кто любит, важна форма другого человека. В втором виде любви для того, кто любит, важно нахождение вместе с ним в одинаковом пространстве. Что такое одинаковое пространство? Вместе с этим эмоциональным состоянием? Эмоциональные состояния, способ ведения мира. Ну, то есть, как бы, одинаковые, одинаковые, на одинаковых вибрациях, в одинаковой реальности. Ведь у людей, у каждого реальность своя. То есть, это желание, чтобы возлюбленный мой меня понимал. Нет. Мы с тобой находимся вместе в одной реальности. Мы на нее смотрим одними глазами. У нас есть одинаковое отношение на две те вещи. Объясняю. Еще раз, да. Первый объясняю. Первый тип любви. Восхищение. Желаете обладать? Нет. Нет. Первый тип любви. Я смотрю на тебя, как на церковь, как на Деву Марию, как на икону. Благогоняю. Я хочу к тебе, ну, второй тип любви. Ты являешься именно та, с которой вместе я могу войти в церковь. Ни с кем другим не смогу, а вот с тобой смогу. Но это одна и та же диагноз. Или там, или там. Потому что во втором случае женщина меня дополняет настолько, что именно с ней мне хочется войти. Опять с ней полнял. Еще раз тогда. Любовь и смерть серьезная тема. То есть, ну, объясняй. Объясни еще раз. Ну, объясним, как говорится, на мышке. Да. Ну, на мышке. Первый тип любви. Ты для меня, как мышка. Я без ничего, без тебя не могу. Я вот тебя держу в руках, чтобы могу. Для меня без тебя я не могу жизнь играть. Вот там компьютера. А, да. Без мышки невозможно играть. Все. Понял. Отлично. Понял первый. Самое простое. Да, отлично. Второе. Мы с тобой оба находимся в этом экране. Мышка вообще не нужна. То есть, мне поебать, какое твое тело, какие твои груди, какая задница. Если мы в экране. Во втором случае я люблю своего партнера, даже если она растолстела. Да даже если у нее, ну, вы поймите. Вы в жизни видите ситуации очень много. Эдит Пяв, французская певица, была очень страшненькая женщина. Ну, какие были ее любовники? Это вообще, это супермена, это чемпионы Франции по боксу. Какие любовники были у Эдит Пяв? Здесь дело в том, что, ну, понимаете, каждому человеку предназначена своя половинка. И если бы не было второго правила, то я вас уверяю, люди, которые остались без рук и без ног, никогда бы не могли жениться. Маккартни безногая жена была ему предназначена, он ее просто нашел. Нет, это просто у Пола Маккартни в диапазоне есть энергия АХАУ, не энергия О. Ему без разницы, какую форму имеет его жена. Я тебе просто объясню, дорогой мой, пойми, у тебя достаточно уникальный случай, у тебя есть первая и вторая энергии. Ты вообще-то должен понимать, это не у каждого есть. Ну, понимаешь, если это диагноз, ну, 10 диагнозов, и в чем секрет жизни? Вот 10 диагнозов, диапазон человека 13 единиц, то посчитай, из 10 в абсолютных качествах Вселенной он имеет обе стороны. То есть, как минимум, 20 ему должно быть, правильно? Нет. Не, диагнозы это не 20, а 10. Это просто 20 образуется, что противоположные качества взаимно-соединенные. Окей. Это основные силы 10, поэтому у нас десятиричная система, потому что основных сил 10. Ну, поскольку диапазон человека 13, он только в десяти качествах мира видит мир объективно, а 7 субъективно. То есть, насколько обделен человек, то есть, он из 10 качеств мира, которые создают мир, 3 штуки видит объективно, как есть на самом деле. А 7 субъективно, искаженно видит однобоко, только одну сторону. А почему он видит однобоко целых 7? Почему? Ну, потому что у него нету обеих концов диагнозов. Ну, у тебя в волне, то есть, на одной диагнале находятся тонали 1-11, 2-12, 3-13. Окей. Значит, три диагнали у тебя полные. Да. В трех сферах ты можешь видеть объективную реальность, такой, как она есть. Хорошо. А 4-14? Подожди, есть только 13 у тебя, струн, у тебя 13. А, и ты сейчас назвал, как минимум, получается 6, правильно? Ну, как, если 1-11, 2-12, 3-13. А у остальных полюса нету. А, у остальных нету полюса. То есть, получается так, что мы субъективные существа из 10 вселенских энергий основных, которые имеют черное, белое, да, нет, цвет, тень. Ну, как все, двоичное. Только из 10 энергий человека 3 из 10 может оценивать объективно. Объективно. Остальные 7 он не может оценивать объективно, потому что у него нету второй части этой... Да, он видит однобока. Однобока. Вот у тебя, например, вот у тебя, ты объективно можешь оценивать диагноз «любовь-смерть», потому что ты каким-то образом чувствуешь оба конца. Это в тебе заложено. Ты объективно видишь творчество, потому что творчество есть мужского и женского рода. То есть, творчество, когда создается из ничего, и творчество, когда вот есть прототип, и он как бы, ну, обрисуется. Ну, второй тип мужского творчества. Женское творчество – это рождение ребенка. Нету ничего, она родила. А мужское – это синтез. То есть, взять одно, взять второе. Нет, мужское творчество – это вижу день, но оно мне понравилось, я не рисовал Мону Лизу. Ну, Леонардо Завинчи. Это мужское творчество. Тебе есть оба полюса. Куча вдохновения. Ну, и третья энергия – это энергия движения. Тебе есть оба полюса. Это энергия движения индивидуальная, энергия движения общности. Энергия движения индивидуальная, энергия их. Это когда ты берешь игрушку, заводишь ее, и она идет. Второй полюс. Второй полюс. Ты берешь часы, заводишь, они никуда не бегут. Просто все детали в них движутся взаимно симптомно. Но принцип тот же самый. Ну, мышка игрушечная бежит, когда ты ее заводишь. А часы ты заводишь, они никуда не бегут, они так и остались часами. Но там внутренние движения. Движение внешне видимое и движение внутреннее. А той палкой, на которой диагональю будет являться сам процесс кручения руки при заводе завода. Ну, ладно, объясню по-простому. То есть на одном конце диагонали – это движение, что все в мире движется. На одном конце диагонали – это движение каждого индивидуального человека. А на втором конце – это движение, которое происходит между особями в муравейнике и взаимного синхронность движения. То есть взаимосвязанность. Первое – это то, что я делаю сам с собой. Сам с личным, но никого не касается. Сам с собой никого не касается. Это касается, как говорится, первый диагональ – это индивидуальный дух человека, как и дух его ведет. Ну, берет и ведет. А вторая диагональ – это дух, который находится между людьми и их координирует. Это то, как будут действовать люди рядом со мной, воспринимать меня, мои действия. То есть что будет происходить в моем пространстве, если я там буду… Вот поэтому нам нужно проживать каждый день, чтобы это понять. Вот мы говорили. Потому что это знание, оно старше, чем любой язык, любые слова. И словами его не описать. Ну, я когда стараюсь словами писать и говорю, «Ик» – один конец диагноза. «Ик» – это великий дух, который ведет человека как индивидуальность, как проводника духа. На другом конце – это великий дух, который следит за тем, чтобы люди, двигаясь в общественном механизме, друг друга не поранились. Ну, взаимоужали. Ему нет дела для отдельного человека. Но при этом он следит, чтобы они не поранились. Нет. На одном конце дух следит за отдельным человеком. Вот реально, за отдельным. А на другом конце ему просто наплевать на отдельную личность. Он следит за общим механизмом, чтобы никто из отдельных личностей не нарушал гармонии общего механизма. Причем дух-то один и тот же в этой диагнозе. Правильно? Нет, не один и тот же. Это два аспекта болка, но одна сила. Сила одна аспекта – два. Сила, которая появляется, как иниянь, как черное-белое. Это два. Каждая сила имеет два полюса. Ммм, какая красота. То есть получается, что одна сторона условно янская, активная. Ну вот, например, я тебе обрисовал три, что у тебя есть. У тебя диагноз разума неполный, поэтому ты разумом не можешь объять мир полный. Вот у тебя есть разум, разум у тебя есть, который видит фасон, рубашки, общую форму, взаимосвязанность вещей. Вкус. Не вкус. Вкус учил тех, которые тонкий разум видит каждую загогуленьку. Но у тебя нет этого разума, который прямо чувствует каждую деталь малейшую. Ты сразу воспринимаешь целиком. Понимаешь? И это хорошо. Вот, например, у тебя нет диагноза шивы полной, у тебя диагноза замены нет. У тебя трудно одного человека выкинуть вместо него поставить другого. Трудно. Потому что энергии и кимии нет. Ты лучше трансформируешь отношения к человеку. Потому что у тебя есть полюс такой. У тебя нет полюса продуктивности обеих. Что количества и качества одновременно нет. То есть у тебя есть качество, но нет количества. То есть дело в том, что у тебя есть способность тонко работать. Одной деталью отшлифовать ее совершенно. Но вот это вот количество, когда вот это... На поток поставить не могу. Не могу. И сейчас понимаешь, как жизнь устроена. В основном на поток ставят всякую дрянь. Потому что те, у которых есть сила потока, у них нет качества. Поэтому на потоке всегда находится дребедень. И только в редких случаях количество и качество, ну, тоже есть. Слушай, так мне получается, нужно сотрудничать с людьми, у которых есть вот этот вот конвейер, конвейер. У меня конвейера нет. Мне нужно найти человека. Слушай, у меня тоже нет энергии там. У меня тоже ее нет. Уважаемые, у кого есть энергия конвейера, вы нам очень нужны. А мы, естественно, вам поможем сделать так, чтобы не дребедень была. Вы уже поняли вообще, чтобы было качество. Вообще, есть кто-нибудь? Здесь есть кто-нибудь вообще? Да, вопросы есть. Вопросы есть? Сейчас посмотрим. Уважаемые. Большой... Так, вот. Вот, Юра говорит, я слышу, что... Ага. Как скрежет твоего мозга. Ты прямо, говорит, хочешь понять, но не можешь. Он говорит, я слышу, Ива, и понимаю его. А ты, говорит, нет. Ничего не поделать. У нас у всех свои плюсы и минусы. Свой диапазон восприятия. Уверен, что у меня в некоторых вещах есть свои плюсы, которые мне позволяют чувствовать себя хорошо. Просто сразу хотел ответить, что уникальность этого знания... В чем заключается уникальность этого знания? Задавайте вопросы. Понимаете, вы, когда учите астрологию, можете прочитать характеристики планеты. Характеристики знака Сатиака. Это знание работает с энергиями. Это означает то, что энергия, это то, что еще в язык не оформилось, это первичное. И это знание, на самом деле, активное, мужское. То есть оно не пассивное. Она работает не как по-русски, ипоши, ибесварды, когда качество описывают. Особенности. Не особенностями, а силами. Силами, которые являются, проявляются в действии. А силы, которые проявляются в действии, описать словами гораздо труднее, но их можно почувствовать, когда сам находишься в действии. А действие здесь – это процесс обучения и взаимодействия именно с этими силами. Вот есть комментарий, что кто-то любит за душу, а кто-то за тело. Да, да. Это можно сказать примерно... Она поняла правильно, но это такое, как бы сказать, очень простое объявление. Просто сердечная любовь сильнее телесной. Нет, дело в том, что на самом-то деле, вот как парадокс устроен, вот эти девушки. Вот те, которые любят как бы форму, ну, ок, они преданные. Они преданные, потому что у них страх потерять эту любимую форму. А те, которые находятся с другим в пространстве, они менее преданные, потому что они чувствуют, что потерять они не могут. Потому что, как бы сказать, они любят сами свою любовь. Они понимают, что любовь, что красота в глазах смотрящего. Но в самом-то деле, ни те, ни другие, ну, не хуже. Потому что, например, если вы хотите, что жена вас носила на руках и получить от него внимание, ну, внимание, и чтобы носила на руках, может, иногда бы опиздил бы, но носила на руках, то выбирайте ок, северную, северную и полярную. Женщины, запоминайте, если хотите, чтобы вас носили на руках, любили, и вот никуда вообще, только вас, выбирайте мужчину с энергией ок. В диапазоне, чтобы хотя бы... В диапазоне, чтобы было энергией ок. Для того, чтобы узнать, есть ли вы его или нет, как конденция. Это северный полюс. Если вы хотите, чтобы вам было комфортно, чтобы вас не притесняли, понимаете, чтобы не утруждали своим присутствием, чтобы... Не насиловали, чтобы... Не насиловали, чтобы выбирайте АХАУ, южную полярность этой диагнозы. Но имейте в виду, что за все нужно платить. Да. Либо качество, либо количество. Машина не может быть и проходимой, и быстрой. Ну, я примерно скажу, я примерно скажу. Либо внедорожник, либо... Два принципа внимания. Мужчина, который энергия ок, ну, северная, северный полюс диагноза, будет вам приносить цветы. Просто вот приносить цветы. Я тебе люблю, вот я цветы принес. Не надо даже напоминать будет. А мужчина южной диагнозе помоет дома за вас посуду. Эта помойка посуды, на самом-то деле, ну, не выражает такого, ну, там, я, ты, моя... Да, восхищение нет, с одной стороны, как бы. Но облегчает комфорт. Вам меньше домашней работы. Потому что женщина забывает, когда мужчина вкладывает свое время и силы для того, чтобы семейный очаг не погас, чтобы дома были дрова. А так, что, как говорится, выбирайте, выбирайте, вы хотите, чтобы вам дарили цветы, ну, мыли посуду, помогали. А вы говорите, а я хочу и того, и другого. Выбирайте, выбирайте Юру. У него есть все, попомнился. Я посмотрел его данные. Выбирайте Юру. У него это полная диагноз. Там есть диагноз. Если вы хотите... Мужчина, один приносит тапочки, второй носит на руках, а третий приносит цветы. И говорит, значит, нужно выбрать кого-то одного из них. То есть, его говорит, что не смешивается. Но в моем случае смешиваются два. Ну, вот, как говорится, то, что касается вот то, что некоторые романтики, это называют диагональ любви. У тебя вот можешь радоваться, вот ты объективен, у тебя оба полюса присутствуют в твоем диапазоне человеческом. Игорь, пожалуйста, не сломай, не сломай мне сейчас все, что есть. Скажи, можно ли это передать? Можно ли этому научить? Ну, хоть как-то. Ну, вот, например, могу ли я свою диагональ? Вот пришла ко мне женщина. Могу ли я свою диагональ как-то попробовать передать ее мужу, чтобы женщина была счастлива? Потому что женщин много. Я один. Я же не могу одновременно всем женщинам дарить цветы. Мне не хватит. Понимаете, когда мы видим трезвый мир, мы перестаем от другого требовать. Была очень красивая песня. На латышском она звучит с отзывками, а я не смело делал. Я, он смеется, группа. Мы с Милом Тетрасой, тапец Камилом Тармас. А переводится это, как мы все время любим требовать, потому что любить не умеем. Мы любим требовать другого, потому что не умеем любить. В первую очередь, знание Талтеков, линии Целеста, Талтеки разные, знание Талтеков, линии Целеста, дает возможность видеть объективную реальность, чем являемся мы, чем являются другие. Она позволяет освободиться от чувства собственной важности очень быстро, потому что ты понимаешь, что ты не можешь требовать от другого то, что в другом нет. Я здесь напомню, анекдот, как некоторые матери относятся к своим детям, жены, к мужьям. Идет в 90-е годы, и Кашпировский с Чумаком идет по улице. И Кашпировский говорит Чумаку, он говорит, слушай, ты вообще злок, там водичку заряжаешь, вот я, я экстрасенс. Вот видишь, там балкон на третьем этаже, дверь открыта, а сейчас сконцентрируй свою силу, миссию. И оттуда, и оттуда выкинуть телевизор на улицу. Говорит, отойди, будем смотреть. Ну, Кашпировский напрягается, и идет о ней. Вылетает радиоприемник, швейная машинка, тостер, принтер, еще какая-то фигня, кофемолка. И потом смотрит, такой мужик, холодильник тащит, что-то выкинуть через балкон, холодильник вытащил, так разорвал майку на себе и кричит в небо, ну нет у меня телевизора, нету! И вы представляете, дорогие мои, уважаемые, когда я вижу, как много людей приходит к другому, к своим детям, своим мужем, женам, идет с требованием, что телевизор! Нет у него телевизора, ну нету! Ну хочется, что же делать? Ну хочется, хочется цветов, Ива, любви, цветов, романтики, что делать? что толтекское знание, вы почитайте Кастанеду, оно эффективно, прагматично и правдиво. Там нету вот такой романтики, а может быть, там и обойдем, там все как по факту, вот есть это, принимай или не принимай, у тебя это. Всегда есть выбор, всегда есть выбор, ты не переделывай, человеку тебе есть выбор, принять его таким, как он есть, или найти другого человека. Но переделывать, это насилие, это... А может быть, вакцинировать? Нет, ну, конечно, можно, можно, можно... Нет, ну, вы можете отослать, отослать, вакцинироваться, но тогда это тоже вы мало что получите, потому что может оказаться, что тогда все равно вы не руководите мыслями вашего возлюбленного человека, руководит его мыслями кто-то другой. Я думаю, это будет еще неудобнее. Вот. Так что... Менять человека нельзя, не стоит, не получится. Вот такой вывод мы сделали. Нет, не меняйте другого, меняйте себя. А себя, на самом деле, тоже менять не нужно, себя нужно просто познать. Когда ты себя познаешь, а наше знание, это позволяет сделать быстро, эффективно, уникальным способом. у тебя попадают многие душевные геморрои, которые некоторых людей мучают до самого гроба, они никак не могут здесь делаться. Вот они, а почему не так? Ну почему? Ну почему? Просто все. А потому? Все. И когда ты знаешь потому, то ты перестаешь спариться. Ты просто живешь и получаешь наслаждение с жизнью. И понимаешь, что жизнь объективна, такая, какая она есть. Что в тонком мире, в энергиях человека, есть свои законы физики, которых, ну понимаете, отменить нельзя. Ну вода на морозе минус 20 замерзает, вот мы только что водичку заморозили. Не можно отменить этот закон. Никак. Вот. Ну если только соль добавить, но тогда вода перестанет быть дистиллированной водой, это превратится в вода в соль, в жидкость для мытья окон для автомобилей. То есть это будет жидкость, но уже не вода. Получается, что так. Ива. Да. У меня есть еще один вопрос. В чем же с точки зрения Талтеков заключается развитие сознания, развитие души? Что там у них есть? Душа или сознание? Развитие в чем? Куда мы развиваемся? Куда движемся? С точки зрения Талтеков развитие – это мобильность точки сборки. Это что-то точка сборки, точка восприятия спокойно двигается по всему себе доступному человеческому диапазону. Это 13 способов видеть и чувствовать мир. На тех рельсах, которые у меня есть, 13 рельсов, по ним я… Это офигеть как много. Ты не представляешь. Это такие версии. Потому что, ну ты представляешь, одни рельсы тебе вообще дают возможность вспомнить прошлую жизнь. Дойдешь на эти рельсы – все. А вторые? А вторые рельсы, как говорится, тебе дают возможность, как говорится, восхищаться чем угодно. То есть чувствовать чем угодно. А это безграничный источник энергии. Потому что восхищение и вот это вот… обедненность людей, потому что они родились, ну… И они попали в иллюзию, что эти рельсы, по которым их поставили, ну знаешь, что они единственные. Это представь, чтобы люди лучше поняли, ну лучше поняли. Представь велотрек. Ну знаешь, там такой изогнутый. Ну велотрек, где велосипедский по треку едет. Ну и там. Да. Там самая узкая дорожка это номер один. Самая легкая, но меньше всего круг. Да. 13 – это самая высокая, но больше. Самая высокая, но самая больше по метрам. И сейчас представляете, вот людей пускают по этому треку, на одной дорожке он родился, стартанул. Да. И если он не поймет, что он может двигаться по дорожкам вниз, вверх, он никого не обгонит. Ведь чтобы кого-то обогнать, нужно пойти на верхнюю дорожку и потом, ну так вот. Ну как там обгоняют? Должен набрать скорость и сменить дорожки. То есть пойти вверх. По диапазону сменить дорожку. А что такое обогнать? Это означает обогнать как бы самого себя или превзойти себя? Что такое обогнать другого в контексте того, что мы говорим, развитие души? Понимаете, самое главное, что это заложено в нас, людей, это заложено в нашем матриксе. Мы стремимся быть лучше другого, обогнать. И это неплохо, потому что это стимул к нашему развитию. На самом деле, вся наша жизнь это как состязание. И в этом ничего плохого нет. И сейчас то, что происходит в мире, просто я наблюдаю, что это состязание, и хотят отменить. отменить состязание, это отменить саму эволюцию. То, что люди состязаются, это неплохо, это хорошо. Потому что в состязании выигрывают оба, и проигравший, и победитель. Потому что оба увеличивают свою скорость и диапазон восприятия. Они друг друга подталкивают, как елочка. Да, да. Как елочку подталкивают. И вы поймете, что на данный момент весь мир, какая-то сила, говорят, вам не будет состязаться. Представляешь, духовные учители, которые говорят, ну это все нормально, мы должны принять друг друга, вот все нормально, сидите, ну медитируйте. Понимаете? Куда эти духовные учителя ведут человечество? Они тоже поют в ту же дудку, которые те, которые хотят установить эволюцию. Потому что соревнования, соревнования отдельных ахамкар, которые здесь пришли, ну, сверхэго. А на самом деле это не просто соревнования, это их развитие. Оно нужна. Оно нужно. Просто дело в том, что соревноваясь, соревноваясь друг с другом, мы немножко забыли, что нужно поле за собой чтить и убирать. Вот поэтому нас наказали. Земля является полем нашего соревнования. И проблема не в том, что нам плохо соревноваться. Даже война, это неплохо, это тоже определенный стимул развития. ведь Виктор Цой пел. Две тысячи лет война, война без особых причин. Лекарства против морщин. Морщин. Да. В песне «Звезда» по имени Солнце не это самое плохое. Самое плохое – это стагнация, когда все отменяется, когда все закрывается, когда нет развития. А за что мы так получили? Потому что мы забыли, что это соревнование происходит на поле, на живом организме, на нашей планете, на Земле. Мы просто, блин, на поле, где мы играем в футбол, мы просто начали просто натурально срать. Сказали, в Ютубе, скорее всего, я выложу это и на своей странице, и на Академии. Не бойтесь своего эго, соревнуйтесь, боритесь, дерзайте, мечтайте. Но если обкакались, пожалуйста, выстирайте трусики. Трусики сами, блин, не оставляйте после себя, понимаете, соберите. Держите духовную одежду в чистоте. Совет Пуринши на сегодняшний день. Идем стирать внутреннее белье. На этом мы сегодня заканчиваем. Уверен, что вам было так же интересно, как и мне, как и нам. И до новых встреч в эфире. До новых встреч. Пишите комментарии, а также ваши вопросы. Всего доброго. Hasta pronto. Продолжение следует...